Привет! Что, по вашему мнению, самые важные составляющие хорошего бита? Может быть мелодия? Или может быть сведение? Ну или может быть время дня, когда вы его пишете? Ну, по-моему, важно это всё. Но для этого видео я выделил три важнейшие, по моему мнению, три важнейшие составляющие хорошего бита. Это ритм, звучание и баланс. Да, это максимально широкие термины, и кажется, что под них можно абсолютно всё, что угодно подписать, но это только на первый взгляд, потому что, по-моему, их довольно легко превратить в чек-лист. Например, как мы можем контролировать звучание? Подбирать хорошие звуки, сводить их в рамках разумного. Допустим, мы хотим сделать основную мелодию на щипковом струнном инструменте, который будет очень напоминать гитару. Какой звук мы выберем? Вот такой? Из аналог лаба такую гитарку? Или? Вот этот звук, напоминающий гитару из контакта. По-моему, выбор очевиден, и он в пользу контакта. Но это совершенно не значит, что аналог лаб это плохой плагин, или вот это конкретно плохой пресет, потому что просто, по-моему, для основного лидирующего звука вот этот звук подходит больше. Потому что, по-моему, он хотя бы просто более красивый. И отсюда вытекает нулевой пункт нашего чек-листа по поводу звучания. А именно, чтобы вам выбирать какие-то красивые звуки, вам нужно знать свою библиотеку. То есть, если вы загрузили какую-то библиотеку для контакта, или какую-то банку пресетов для аналог лаба, ну, потратьте немножко времени, прослушайте там каждый звук, выберите те, которые вам нравятся больше всего. И большинство плагинов, в том числе аналог лаб, или та же самая умнисфера, или большинство, на самом деле, других плагинов, позволяют вам какой-то рейтинг выставлять вашим пресетом. Например, вот как лайки в аналог лабе. Вот вы ставите лайк, и потом можете по этим лайкам отгруппировать звуки внутри каждого типа, внутри каждой банки и так далее. То же самое позволяет делать умнисфера и большинство других плагинов. Тогда у вас, как минимум, меньше проблем будет с выбором изначально красивых звуков. Ну вот, главный звук мы подобрали. И теперь хотим добавить что-то на задний план. И что же именно мы можем сюда добавить? И это, по-моему, второй важный аспект звучания. Потому что в идеале, ну, по-моему, все звуки в нашей мелодии, то есть, когда мы пропишем все партии, в идеале должны звучать как единый однородный сэмпл. То есть, все наши звуки, все наши инструменты должны быть из условно одной вселенной. Вот к этому звуку вряд ли подойдет в такой вот дикий синтетический пэт. А вот такие вот этнические струнные, по-моему, идеально подойдут под наш основной звук. И да, эта библиотека, она очень крутая, но невероятно много весит. И если тебе нравится, когда на этом канале выходят не только разборы бедов из каких-то треков, то предлагаю прямо сейчас под этим роликом поставить лайк. Тогда эти видео будут выходить чаще. Ну или просто, если тебе этот ролик уже нравится, то тоже поставить лайк. Ну или поставить лайк, потому что ты просто хочешь меня поддержать. Потому что в современном ютубе автору, к сожалению, без лайков никуда. Так что твоя поддержка для меня очень-очень важна. А мы продолжим. Мы поговорим немножко про ритм. Но это ведь про ударные, верно? Не совсем. На стримах я всегда говорю, мелодия должна либо не мешать биту качать, либо помогать ему. И вот конкретно вот эти аккорды на медленных наших струнах точно не будут мешать биту. Потому что даже с метрономом в целом все звучит нормально, и ритмический рисунок этих аккордов просто проще некуда. Но все становится сложнее, как только мы добавляем вот эти струны, потому что у них довольно сильная атака, и если мы плохо пропишем их партию, то они могут заруинить даже очень хорошо прописанный бит. Самый простой способ написать мелодию, которая не будет мешать биту, это ориентироваться по четвертям такта. И ты, наверное, хочешь знать, что такое такт, и где у него четверти. Вот это расстояние от единички до двойки, это один такт. Как метр, только в музыке. И этот такт делится на 4 четверти. Вот нам удобно, полосочками его разделили. Вот раз четверть, вот вторая четверть, третья четверть, соответственно, четвертая четверть. И каждая эта четверть, в свою очередь, делится на еще более мелкие отрезки. Если мы выбираем сетку line, то каждая четверть делится еще на четверть, то есть это получается одна шестнадцатая такта. А если мы выберем сетку одна вторая, то она будет делиться не на каждую четверть четверти такта, А на восьмую четверть такта, что в свою очередь приводит нас к 1,32 такта. Все, оставим эту математику, вы не в школе, в конце концов. Если мы будем писать мелодию по четвертям, она будет максимально простой. Максимально никакой, но при этом хотя бы не будет мешать звучать нашему биту. Но если нам хочется совсем весь слухи от мелодии, конечно, мы можем добавить ускорение в конце такта. Вот так, например. Стало гораздо круче. Но что делать, если становится просто невыносимо грустно, и хочется как-то разнообразить эту мелодию, сделать ее поживее, а не слушать вот это уныние? Ну, мы можем, например, добавить несколько ноток. Да, звучит пока неплохо, но, допустим, если мы начнем творить какую-то дичь, вот такую. Стоит включить метроном. И понятно, что в целом эта мелодия никуда не прокачает. И тут есть стопроцентное правило, которое будет работать всегда. Если ты не знаешь, что ты делаешь, если ты не понимаешь, что происходит, то меньше значит лучше. То есть у нас есть набор ноток, которые мы использовали на четвертях, и даже с их использованием мы можем как-то ритм приукрасить. Ну, хотя бы вот так вот, с налетом UK-дрила. Или, например, вот так, почему нет? И никто совершенно нам не мешает один такт оставить таким, а второй как-нибудь изменить, типа вот так, и добавить дополнительный звук. Да вот, тот же на F. Ну и, конечно, самый стопроцентный способ сделать все повеселее, это продлить звучки, тогда все становится точно интереснее. Ну и, конечно, один из самых действенных способов научиться понимать, как строить вот подобные мелодии, это перебить несколько треков с мелодиями, которые тебе нравятся. Я предлагаю тебе начать с трека «Конфеты» на продакшн Палагина, потому что, как минимум, после того, как ты его перебьешь, ты сможешь перепроверить себя по разбору на этот трек. Но рекомендую тебе не жульничать, и сначала попробовать самому, а потом уже посмотреть разбор. Ну и что еще мы можем сделать с мелодией по звучанию? Конечно же, настроить влосити, хотя бы даже с помощью Alt-R. Велосити чуть в минус, биполяр отключен, все остальное на нуле, как-нибудь... Как-нибудь так, окей. И первый пункт в чек-лист по ритму, это то, что мелодия не должна сбивать ударные, не должна мешать ударным прокачивать. Ну и, собственно, давайте к этим ударным перейдем. А какой самый лучший способ подобрать ударные? Включить то, что у нас есть уже на репит, и искать те звуки, которые будут сочетаться с нашей мелодией. А как понять, что они сочетаются? Ну, очень просто. Если вам красиво, значит, они сочетаются. С 808-м примерно так же, только нужно всегда в голове держать, что он будет играть чуть-чуть по-другому, просто из-за того, что он будет на другой высоте тона, потому что мы будем подстраивать его под мелодию. Я возьму вот такой вот около стандартный Spins 8-8. Ну и раз ты досмотрел вот до этого места, то предлагаю тебе прямо сейчас подписаться на канал. Потому что чем-то же это видео тебя зацепило. И если оно тебя зацепило, то другие мои видео тебе понравятся точно. Так что прямо сейчас перейди под видео и нажми кнопочку подписаться. Это займет 3 секунды, но сделает приятно мне, и ты будешь получать интересное видео. Так что сделай это прямо сейчас. А мы продолжаем. Снэр расставляем в абсолютно стандартном месте. Ритмический снэр я взял с призвуком, но я его отпилю с помощью Late, то есть продолжительности и Auto. Вот так, маленький-маленький отзвук оставлю, а все остальное отпилю. Просто расставляем его в стандартные места для ритмического снэра. Супер-мега-дефолтный снэр. И теперь хай-хэт. И здесь работает то же самое стопроцентное правило, что и с мелодией. Если ты не знаешь, что происходит, если ты не знаешь, как это все прописывать, то меньше значит лучше. Примерно то же самое по поводу чужих треков. То есть, если ты перебьешь с десяток чужих битов, то ты в целом примерно поймешь, как можно прописать бит. А мы пока пропишем хай-хеты, и каждый второй звук сделаем чуть-чуть потише, чтобы ритм был поживее. Довольно дефолтный набор хай-хетов, и в этом нет ничего плохого. А как нам расставить тик? Ну, самый первый удар ставим на самый первый удар. Второй удар ставим, например, перед снэром за одну четверть такта. Это стандартное расположение. Стандартный набор, от которого мы можем оттолкнуться и что-то добавить. Например, сделать вот так и вот так. Вот. Супер-мега-базовый неплохой биток. Можем добавить что-то еще, но самое главное, не добавлять каких-то безумных диких ускорений, которые совершенно не нужны и только собьют ритм. Например, типа вот так вот. Иногда подмывает что-то такое, нахреновертить, но давайте избегать этого искушения. То есть все должно звучать гладенько, ровненько, без каких-то диких ускорений в отдельных кусочках. 808-й бас. Во-первых, нужно обязательно включить ему cut itself. Во-вторых, он должен соответствовать ноткам нашей мелодии. И в-третьих, он может как полностью соответствовать тику, так и не полностью соответствовать тику. Но абсолютно принципиально разные партии, и он в целом играть все-таки не должен. Ctrl-C, Ctrl-V на бас, и здесь у нас нотка F, шарп, здесь D, здесь нотка C уже. Супер-бэйсик, супер-дженерик, супер-базовая партия 88-го. Но чтобы добавить хоть какое-то отличие, давайте вот сюда поставим звук еще. Нажимаем Ctrl-L, продлеваем. И я предпочитаю все-таки включать ему envelope, чтобы мы могли контролировать его продолжительность, на случай, если вы, например, в плейлисте захотите его немножко подрезать. И если у нас будет вот настолько простой ритм хэдов, то есть смысл добавить каких-нибудь open хэдов. И подобрать их можно тем же самым способом, то есть мы включаем на воспроизведение то, что у нас уже есть, и выбираем какие-то звуки, которые понравятся. Но у Майка Зары мне нравится вот этот звук, и еще давайте какой-нибудь выберем. И вот этот. И обоим хэдам мы, естественно, настроим envelope, только вот релиз чуть-чуть побольше оставим, чтобы был такой хвостик. Так звучит чуть-чуть поживее. И на этом звуке я хочу сделать в конце каждых двух тактов какой-нибудь т-т-т-т, типа... Да, именно так я и хочу, собственно. Вот этот звук потише, этот звук погромче, чтобы было вот какое-то такое дыхание между ними. А во второй части сделаем т-т-т-т. То есть сделаем слайд-ноуту на хай-хэт. Вот такую, вот сюда, делаем ее слайд-ноутой. Как-то так. Что еще мы можем сделать с этими звуками? Настроить им панораму вот здесь, вот правой кнопкой мышки, панорама, чтобы, опять же, было чуть поживее. Вот этот звук вот сюда, вот этот сюда и вот сюда. И здесь мы можем сделать то же самое, но мы еще можем параллельно для слайд-ноты задать какую-то другую панораму, и у нас получится вот такое плавное перемещение из одного уха в другое. На этом хай-хете мы тоже настроим envelope, но его выставим как-нибудь. Мне нравится, когда open-хеты звучат там, где параллельно звучат kick и выспута восьмой, потому что тогда мы получаем эффект расщепления такого звука. И, кстати, заходим в панораму, и нам нужно обязательно сбросить настройку, потому что FL Studio запоминает последнюю нотку, которую мы трогали. Так что зажимаем alt, кликаем левой кнопочкой мышки и готово. И вот такие вот хеты, то есть пробежечки в конце двухтактов я применяю крайне редко. Самый, наверное, лучший способ, конечно, добавлять вот open-хеты, всякую перкуссию, это слушать свой базовый биток и представлять параллельно, куда и какой звук можно добавить. А если ты слушаешь и в голову ничего не приходит, что куда можно добавить, то есть такой вариант, что никуда ничего добавлять не нужно. Так что второй пункт, наш чек-лист по ритму, не надо переусложнять свой бит. Ну вот у нас готова супер-мега-базовая демка, которую в целом уже кому-то можно показать. Но что еще мы можем сделать с ней интересного? Ну, во-первых, конечно же, крутануть shift на хай-хетах. Во-вторых, мы можем нагнать дешевого брува просто в наши инструменты. По отдельности наши инструменты консолидейтим, то есть ресэмплим их в вафф. Выделяем Ctrl-Alt-C, вот наша типа гитарка, вот наши типа струнные ресэмплицы. Этот звук мы оставляем пока в плейлисте, а вот этот, правая кнопочка мышки и Fruity Slicer Channel в новом паттерне. В первую очередь выбираем здесь, жмем Beat. Мы можем здесь чуть-чуть добавить атаки, чуть-чуть добавить Decay, чуть-чуть добавить продолжительность, буквально чтобы было 105%. Это уже делает звук более сэмпловым, таким немножко зажеванным. Еще мы можем зайти в настройки и включить порты и моно. Flutter бесплатный появился. И еще что мы можем сделать? Найти слайсы, где играет только одна нота и реверснуть их. И это добавит нам еще немножко такого бесплатного сэмплового звучания. Возвращаемся в плейлист к струнным, реверсим, их жмем вот сюда, Chop, Time Based, Bars, и меняем местами последний с первым, чтобы вернуть все на место, потому что мы же их реверснули. Теперь выделяем, и просто вот так вот их обрезаем, то есть каждую последнюю четверть, каждого такта отпиливаем. И можно в Declicking Mode выбрать, например, Generic. Или давайте Smooth. Вообще, это работает не всегда, но иногда помогает, так что третий пункт в нашу ритм, поищи грув в ресэмплинге. Давайте теперь переименуем звуки, раскидаем их по плейлисту и микшеру. Еще я добавил маленькую фишечку с басом, вот здесь вот. Я добавил реверснутый бас, и еще добавил треугольник, вот такой вот. По-моему, он здесь супер в тему, вот так он звучит. И, наконец-то, затронем третий пункт, про который я говорил в самом начале, это баланс. По сути своей, баланс, это когда все инструменты на слух, именно на слух, не по уровню в децибелах, а именно на слух, звучат на одной и той же громкости, то есть каждый отдельный звук мы слышим одинаково хорошо. И самый лучший способ этот самый баланс научиться выставлять, это слушать много музыки, которая вам нравится, на той акустике, на которой вы в итоге в своих битах этот самый баланс выставлять и будете. В целом, даже из референсов, которые вам нравятся больше всего, вы можете нарезать одну или несколько петель и загружать их в Edison, который находится на мастере, на последнем месте, чтобы не подвергался никаким обработкам. И при балансе громкости к этой петле можно будет постоянно обращаться, чтобы сравнить то, что у вас есть, с тем, что есть там. Ну и при балансе, и вообще при написании, на мастер сразу стоит поставить тот плагин, который там будет в итоге, который будет ограничивать громкость. В моем случае это G-Clip. И после него я добавлю еще Ozone, но пока мне G-Clip достаточно для вот такой текущей работы, потому что он там в итоге и останется. Один из плюсов G-Clip, что у него есть ручка Gain, то есть входящая громкость, то есть нам не обязательно балансировать громкость на каких-то высоких самых положениях фейдеров. Так что первый и единственный пункт в чек-листе по поводу баланса, что все инструменты должны быть одинаково хорошо слышны. Конечно, всегда есть допущение, что какой-то звук должен выпирать или быть наоборот сильно сзади, в рамках художественного замысла, но все-таки мы здесь говорим про общие правила, и я считаю, что изначально важно научиться делать баланс именно ровным, а потом уже выставлять какие-то акценты. И вот мы подобрались к разделу звучания, где начинается великое ужасное сведение, после которого в любом случае придется переделывать баланс. И сразу первый вопрос по поводу сведения и звучания. У нас достаточно пространства в нашей мелодии? Допустим, что недостаточно, поэтому выделяем оба канала, правую кнопочку мышки и Rode to this track. Не Rode to this track on the, а именно Rode to this track, чтобы для обоих инструментов создать канал с посылом. На этот канал вешаем Echo Boy или Echo Boy, как вам приятнее его называть, или Echo E-Boy. На микс крутим на VET на максимум, потому что это канал с посылом, и чистого сигнала, то есть сухого сигнала тут быть не должно. Еще ставим ping-pong, чтобы создать стерео. И самые главные настройки помимо микса для нас здесь это фидбэк, который отвечает за количество повторений. Потом low-cut, это срез низких частот, high-cut, соответственно, срез высоких частот. И ping-pong, соответственно, это повторение, какая будет их частота, то есть скорость. И 1,8, мне кажется, здесь подходит. Но не только здесь. Мне кажется, 1,8 подходит вообще для 90% мелодии. Как правило, я оставляю всегда 1,8. Давайте фидбэк крутанем как-нибудь вот так. Но перед этим low-cut, high-cut. Фидбэк нам нужно выставить примерно такой, чтобы на какой-то вот такой громкости не сильно выпирали хвосты. После эко-боя ставим A1 стереоконтрол с такой целью, чтобы включить сейв-бас и избавить наш дилей от низких частот. Крутим на максимум. И давайте еще немножко расширим. Вот, 160. Нормально, немножечко. Видите, дилей получается, что он не прям отчетливо слышен, но при этом он конкретно добавляет пространство. И если в вашей мелодии еще недостаточно и реверберации, то есть ее не слишком много изначально, мы можем повторить ту же самую процедуру, создать канал с посылом, тоже роутозис трек. Сюда уже повесить Valhalla Vintage Verb. Пресет можно выбрать, исходя из пространства, которое вы хотите получить. То есть, room маленькое пространство, plate среднее пространство, hall большое пространство. Мне нравится plate, и конкретно мне очень нравится пресет large plate. Но вам никто не мешает выбрать какой-то пресет и прощелкать все остальные, и тем самым выбрать самый красивый лично для вас пресет. Здесь я сразу же low-cut поднимаю, чтобы в реверберации было поменьше низких частот. Они нам не нужны, они нам только нагрязнят. Нам нужно убавить, чтобы опять же реверберация ощущалась, но не была отчетливо слышна. Вот отчетливо слышная реверберация, это в целом плохо. После этого также вешаем A1 Stereo Control с той же самой целью, только save bass. Ты пофигу, давайте так же. А вот стерео послабее. Из канала с ревером я вырезал немножко середины и немножко вверх. И почему я вообще использую тесенд каналы? Первое, то что инструменты звучат в одном едином пространстве и от этого становятся чуть более склеенными, чуть более целостными. Второе, то что мы можем отдельно регулировать громкость дилея, отдельно регулировать громкость ревера и громкость ревера и дилея для каждого из инструментов с помощью вот этой настройки мощности посыла. И это просто удобнее, чем настраивать отдельный ревер и дилей на каждом канале каждого из инструментов. Так что четвертый пункт в чек-клите по звучанию. Если пространства и объема нет, просто создай его. А как еще мы можем повлиять на звучание? Ну, конечно, просто состарить его с помощью какого-нибудь RC20 или Reels. В конце концов, такие эффекты до сих пор в тренде для подобных битов. Конкретно здесь я буду использовать Reels, но вне зависимости от того, что вы используете, Noise и там, и там нужно отключать, потому что если вы будете выводить бит по дорожкам, то этот Noise запишется в каждую дорожку, суммируется во что-то невероятное. Короче, просто отключать его, чтобы не было никаких проблем с этим. И, к слову, и Reels и RC20 на гитарах звучат просто невероятно круто. И мы останавливаемся на Reels, хиз и мотор мы убавляем, потому что это шум, харшнос, это что-то типа перегруза, я его тоже убавлю. И вот этот блок, он отвечает как раз за высокие частоты и зажевывание. То есть, ну, грубо говоря, за состаривание. Если мы переключаем с японской ленты на итальянскую или французскую, все становится более зажевыванным и менее ярким. Вот это, по сути, то же самое. То есть, чем меньше скорость вращения, тем меньше высоких частот. Оставляем все на японской, вот на этой настройке. Вот это еще нам тоже ручка интересна. Если мы ее крутим, когда мы крутим ее вправо до конца, у нас меньше низа, больше верха и больше небольшого перегруза. Давайте как-то вот так ее оставим. Так что, пятый пункт в чек-листе про включение. Нужны ли тебе винтажайзеры? Да кого я обманываю? Конечно, нужны. Ну и, конечно, эквалайзер твой друг, если не крутить на нем всякую хрень. Конкретно в данном случае мне кажется, что эти звуки чуть-чуть, буквально капельку мешают друг другу звучать. Поэтому на оба эти инструмента мы вешаем Pro-Q3. И на том инструменте, который мы собираемся резать, в нашем случае это Pet, заходим в раздел аналайзер и выбираем вот тут вот другой Pro-Q. Конкретно здесь я не ошибусь, потому что у нас больше нет Pro-Q. И видим, что вот здесь вот у нас у гитары как бы есть фундамент и поэтому вот этот Pet мы можем немножко подрезать в этой области. Но делать это нужно так, чтобы Pet сильно не пострадал и по-моему вот такое вмешательство оно нормальное. И шестой пункт звучания. Используй эквалайзер, если на 100% понимаешь, зачем он тебе нужен. Ну и переходим к дичи, которая мне особенно сильно нравится. Это насыщение, это стереорасширение и прокачка мощи ударных. Все эти три вещи закидываем в наш чек-лист по звучанию и давайте разбираться. В первую очередь, зачем нам вообще нужна сатурация? Чтобы еще сильнее склеить все инструменты, которые у нас есть. Я имею в виду именно мелодию. И давайте начнем с того, что соберем его групповой канал, в том числе канал Revered Delay. В первую очередь с них и начнем. Выбираем канал Revered Delay и на соседний канал правой кнопкой мышки сюда и Road to Z-Strike Only. С каналами основными гораздо сложнее, потому что если мы сделаем Road to Z-Strike Only, то у нас и сбросится посыл на Revered Delay. И чтобы так не делать, на случай, и выбрать не Road to Z-Strike Only, а просто Road to Z-Strike и снять и тот, и другой канал их посылы с мастера. Это по сути аналог Road to Z-Strike Only, только сбрасываются только те роуты, которые вы сами хотите сбросить. С зажатым альтом кликаем сюда и слышим все, что приходит на этот наш групповой канал и начнем с Saturn. На нем выбираем пресет клинтюбе и... Вот как-то так. Давайте чуть меньше половины крутанем драйв и сразу после него повесим Mellowify. Это плагин от Arturia, который был бесплатным до конца прошлого года. Мне понравилось, как он звучит. Давайте все, я это отключу, фильтр поставлю на центр и немножко крутану драйва. Нойс тоже отключаем. Ну так вот много. Можно чуть-чуть вол. Буквально чуть-чуть. То, что делает этот плагин, мне нравится. Как говорят создатели, он создает некоторый вайп мелатрона. И меня это устраивает. И оба эти сатуратора, и Saturn, и Mellowify, потому что они у нас идут последовательно. Я предлагаю вам крутить так, чтобы Distortion вылезать не начал. Потому что если он полезет, то будет некрасиво. А так мы просто насыщаем звук и все. И на этом останавливаемся. После этого можно повесить контрольный эквалайзер. В том числе для того, чтобы поискать резонансы. Но вот все вот эти стрелы, это не резонансы, это просто ноты. А нас интересует что-то, что более-менее статично на протяжении всего звучания, типа вот этого. Какая-то неприятная неприятность. Make Dynayment его. Хотя не знаю, насколько это оправданно. И давайте район 1200 герц я тоже чуть-чуть приберу. Иногда это бывает полезно, чтобы освободить место под ударный. Особенно если вы слышите, что мелодия как-то немного налезает на ударный. Попробуйте чуть-чуть прибрать эту область. Если поможет, то поможет. Мне пока нравится. И сразу после этого предлагаю вам повесить сюда Ozone и Major для того, чтобы сделать стерео расширение. Stereoize включаем. Нижний самый бэнд поднимаем, чтобы не расширять низкие частоты. Чуть-чуть поднимем здесь на 10, здесь. Буквально чуть-чуть. И еще я этот стерео расширитель буду вешать на хай-хеты. Поэтому давайте сразу соберем группы ударных. Во-первых, мы можем собрать группу Kikki 808 в Low Bass, снейры в канал SD, хай-хеты и open-хеты давайте заберем в канал Хэ-хе. И канал Хэ-хе и SD соберем в отдельный канал High Drums. И сейчас покажу зачем. В первую очередь на хай-хеты перетащим наш стерео расширитель. Их можно чуть посильнее расширить, чем инструменты. Ну и раз мы уже коснулись ударных, предлагаю начать с Kikki. На него я иногда вешаю DS10 Drum Shaper. Он не всегда нужен, но в конце концов убрать мы его можем всегда. Как я его настраиваю? Включаю Soft Clip и атаку кручу там в районе 25 где-то. Он сразу начинает звучать чуть интереснее, но у этого есть некоторая ловушка. Вот Kik с Drum Shaper, но стоит нам его отключить. И видим, что по факту он стал еще чуть тише, чем с Drum Shaper. И за счет этого в том числе он нам кажется плотнее, жирнее, мощнее, а не только за счет того, что у него появился более жирный транзиент. И если мне вот такой настройки не хватает, я еще иногда могу немножко убавить сустейн. Он становится чуть короче и в том числе поэтому ощущается более плотным. Ну вот за счет громкости и за счет транзиента их начал пинаться чуть сильнее. Теперь давайте раскачегарим наши High Drums. Каким образом? Смотрите, мы берем SD и ХХ и отправляем их Row to this трек на канал рядом с их групповым каналом и на него вешаем сатуратор. Warm Tape меня в целом устраивает и крутим просто на максимум. Еще мы можем динамик крутануть на минимум, чтобы он не так сильно вытаскивал хвосты наших инструментов. И этот канал сатурации нужен, чтобы просто немножко подыгрывать, немножко подкрашивать наши звуки, поэтому сильно его прибавлять не надо. И роутим его точно так же на канал High Drums. В том числе для того, чтобы мы в итоге могли одной ручкой регулировать громкость всех вот этих High Drums, в том числе сатурацию, в том числе то, что мы сейчас еще на него повесим. Повторяем процедуру и вот SD и ХХ кидаем на еще один канал Row to this Track и сюда уже мы кидаем DS10 Drum Shaper. Крутим экстремальные настройки атаку на максимум, включаем Soft Clip и Sustain давайте опустим до половины и их убавим так же. И это бесплатно, просто совершенно бесплатно добавляет нам больше трензиентов, больше атаки и точно так же роутим его на канал High Drums. И еще конечно можно сделать канал с реверберацией. Его я тысячу раз уже показывал, поэтому у меня для этого есть свой пресет. Параметрик Vintage Verbe вот с такими настройками показывал 100 тысяч раз убавлено середину. Сюда мы будем отправлять не вот эти групповые каналы, а звук индивидуального с каждого канала, чтобы более точно регулировать количество ревербераций, которые мы получим на каждый отдельный звук. На мастере я немножко разогнал громкость в клипер и звучит по-моему неплохо. Еще мы можем немножко снова коснуться ритма и сделать несколько ритмических акцентов, в том числе за счет пауз. Например, смотрите, мы можем вот этот хэд немного выделить. Он звучит у нас раз в два такта. И давайте на время его звучания уберем все ударные. И как это будет звучать? Даже, наверное, мелодию можно выключить в этом месте. Мне нравится. А здесь мелодию оставим, а уберем только ударные. Еще мы можем добавить дополнительную такую ерунду. Вот такой вот клэп на второй удар по снэру и вот такой клэп. От этого мы немножко отпилим начало и поставим его вот на это место. Вот так. Неплохо. И продублируем его в то же самое место, только в следующих четырех тактах. Только еще подкоротим. И следующий пункт в чекнисте про ритм. Оживи его с помощью пауз и эффектов. И в целом можно было бы сюда добавить еще и сайдчейн, но по-моему и без него довольно-таки недурно. Ну и начиная подводить итог, можем сделать некоторый озон на мастере. На нем нет смысла подробно останавливаться. Здесь пресет gentle tape, здесь пресета никакого нет, я просто 200 герц немножко убавил. Тут gentle view и вот настройки максимайзера вы можете видеть у себя перед глазами. Ну и огромное спасибо за просмотр, особенно если вы досмотрели вот до этого места. Надеюсь это видео было вам чем-то полезным и вы сможете что-то прикольное для своих битов из него взять. Если я что-то пропустил, то можете написать об этом в комментариях и я обязательно коснусь этого в следующих роликах. И можете еще в комментариях написать, что я такого прикольного показал, что вы точно возьмете для своих битов. Ну и обязательно подпишитесь на канал, кнопочка подписаться есть внизу, переходите, нажимайте, тогда вы будете получать уведомления моих видео, потому что если это видео вам понравилось, то другие видео вам понравятся точно. Ну и на этом у меня все на сегодня, с вами был Стас Гарфпрод, увидимся в следующем видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok